Мда. Выполняйте задания, побеждайте новых опасных врагов и получайте общие элитные награды от Ордена Багряных Ангелов. Вот, какой бы там, какой донат они не добавляют, всегда какой-то Багряный Орден, постоянно здесь уже, успеете собрать все трофеи до того, как Багряная Охота завершится. Так, привет всем. Опа, вот она. Вот оно. Жареное мясо. А здесь уже саботоны дают. Привет. Так, сейчас будет обзор. О, станет доступно через 9 дней и 19. Это уже какие-то серьезные задания. Это... Ну это сейчас посмотрим, что это такое. Сначала награды оценим. Ну, такое. Зачем здесь серп вообще нужен? И кинжал. То есть урон у них вроде нормальный, у заточенного меча, но не знаю. У него прочности поменьше, чем даже у пернача. Антон, привет. Пакет котлет, привет. Маша, привет. Ну, стрим, посмотрим, когда выполним задание. Или... Ну, где-то час он точно будет идти, а потом уже посмотрим. Так, меня интересуют эти мечи. Железный бастард. Отличный выбор для сражений с изгнанниками. Обладает повышенной прочностью. 95 урона. Ну, это прям жестко. И 100 урона. Железный для людей. Серебряный для чудовищ. Обладает повышенной прочностью. Характеристики клеймора только на 30 урона больше. Так, всем привет. Назар, да, она вышла обнова где-то часа в 2 ночи. Да, я сохраню стрим. Короб они сюда добавили. Свитки-заморозки прикольные. И черный скеметар. Но это уже элитные задания, поэтому будем смотреть общее. В общих не хватает только нагрудника. Ну, в принципе, я говорил, что точно что-то будет в этих элитных пропусках из нового сета. Так, давайте тогда посмотрим задание. Открыто мешков. Можно сразу завершить за 20 монет задание. Так, открыть 3 мешка. Это получается 1 череп? Сколько стоит элитный пропуск? 300 рублей. 295 у меня. Кирилл Трухин. Честно говоря, ожидал большего, не того мы ждали 3 месяца. Ну, согласен. Ну-ка, что там еще они добавили? Набор чумного доктора за 400 рублей. И тут одна маска. Я понял. Так, еще что-то добавили. Видимо, нет. Здесь ничего не поменялось. Добавили камин, кровать. Маска. Леонид, привет. Морг, привет. Привет. Да. Так, посмотрим на мини-карту. Вроде как здесь ничего не изменилось. У меня тут еще сосед есть. Но он, правда, на тройке. А нам нужен один череп. Я надеюсь, там не громко. Сама игра. Давайте. Так. Там вроде задания 3 мешка открыть. Сейчас соберемся. Фармить ткань нужно всегда. Так. Мироха, привет. Свитков про монстров чекни. А, что там? А, да. Здесь целая строчка новая появилась. У меня вот открыто все, кроме, видимо, новых монстров. Случайные отрывки. Я пропустил там один шифр. Ну вот. Новые обитатели какие-то. Назар нету, но подземелья истязателей еще не добавили. К сожалению. Ну, может быть, скоро уже добавят. Да. Сейчас быстро соберемся. На один череп. По заданию. Так. Какие еще там есть задания? Убить волков из скрытности. Убить прокаженных, не получив урона. И убить трех лютоволков за 15 секунд. Обнову хуже этой? Ну, наверное, Рогвалд. Рогвалд, например. Или сопровождение купца. Прям точно хуже. Вот. Мне нужен еще один. Еще одна пушка. Обновление так себе радует, что они говорили про работу над мультиплеером. Ну, там, может быть, добавят пару локаций для ордена и все. И ничего там больше не будет особенного. А я-то думал, там донатить не одну награду. Ну, в бесплатной нет. А в платной нужно. Там две трети это платные награды. Поэтому придется сейчас идти выполнять какие-то простые задания для новичков. А через 16 часов откроются уже следующие какие-то задания. Потом еще 9 дней и 19 дней. Коля, если мешки не успеешь открыть, не в ней локацию, пока время не выйдет. Спасибо, Макс. Забавно, что придется очень сильно потеть ради сундучка. Ну, да. Я тут столько мяса накопил. А, похоже, пригодится оно только через 19 дней. Вот, когда появятся эти дополнительные вкладки. Так. Скиметару. Я думаю, такой возьмем. Или можно получше взять. Или клеймор просто. Первые заточки. Сейчас поставим навыки. Лук жарить. Ну, давай. Сейчас быстро сбегаю. Насчет хила вообще не переживайте. У меня его очень много. Сейчас возьмем волка. Какого-нибудь другого. Все, все, я быстро. Давайте призрачного возьмем. Мне кажется, что обновлено то, чтобы было что донатить. Плюс добавить изгнанникам занятия на месяц. Ну, да. Сидишь, донатишь. Получаешь награды. Ну, хотя там еще задание нужно будет выполнять серьезное. Так, еще раз. Вскрыто мешков за минуту. Ну, давайте побежали. Посмотрим. Заходим. Заходим. Сразу таймер слева. Задание, мне кажется, сейчас не очень жесткое. Первый мешок. А, у нас уже 30 секунд осталось. Ну, хотя задание, похоже, жесткое. Я не знаю, где второй мешок. Похоже, не успеем сейчас. Нет, он не здесь. Похоже, мы проиграли. А где третий-то мешок? А, мы проиграли. Потрачено. Так, вот первый. Вот второй. Хорошо, а третий где? В смысле, блядь? Локация без трех мешков и задание на три мешка. Выбор без выбора, что ли, или как? Понимаю. Ну, давайте еще раз тогда. Или нужно не только на одном черепе. А можно там, например, и на двух. Хотя там уже корзинки, да? Ну, давайте. Развод на энергию пошел тогда. Сбегаем, посмотрим. Хорошо. Так, я тоже в первый раз проиграл. Иногда двое бывает. Когда будешь волков убивать, то волка посади. Он мешает дико. Хорошо, Евгений. Павел, привет. Новичку не успеть за это время? Ну, да. Наверное. Сейчас посмотрим, успею ли я вообще. Поставим активку. Так, там факел выпал. Да, мы успеем. Еще 30 секунд осталось. Можно модерку? Ну, после стрима, я думаю, дам. О! Моментально открылся ящик. Видели? Нормально. Какое следующее задание? Убить волков из скрытности. Лютоволков нужно на себя троих заагрить и убивать их быстро. Наверное. Так. Убить волков из скрытности. Ну, давайте посмотрим, есть тут волки или нет. Мне кажется, что они тут все закончились уже. На этой маленькой локации. Этот вообще прибежал сам. Вообще нет волков. Смотрите, чтобы убить прокаженного без ответки, нужно присесть и быстро использовать под шаг. Там порядок выполнения заданий, можно самому выбирать. Понял. Тогда давайте прокаженных выберем. Да, одновременно можно выполнять только одно задание. Вот, смотрите. А, нет, он успел. Ладно. Когда будешь убивать прокаженных, если тебе хоть один раз строн, то все придется заново делать. Понял. Ну, уже четырех мы набили. Даже пятерых. Ладно, пойдем на два черепа. Хотя они тут далеко, блин. Вот это все из-за того, что локация, да, сгенерировалась только с двумя мешками. Вилы взять проще. Ну, наверное, да. Побежали. Так, прокаженных. Да, ну, просто задание на такое, чтобы занять на несколько локаций игрока. Это прокаженные у нас, да? Что-то мне уже страшно. Терять прогресс. Эти нам не нужны. Это медведь. Это вообще проклятый. Волки. Ну, может быть, задания потом будут поинтереснее. Чем эти. Где новые монстры вообще? Где все остальное? Я пока увидел только прокаженных и то, что я там задание не смог выполнить из-за того, что на локации только два мешка. Лютоволки. Прокаженный. Мда. Такое себе. Красиво. О, сразу два прокаженных. Не будем рисковать уже. Во, еще один прокаженный. Хо-хо-хо. Нормально. На меня сразу напали. Михаил Жуков. Жучков. Как три сундука открыть за минуту? Я только начинаю открывать, так смену локации требует. Ну, вот мы сейчас открыли, и у нас не потребовало ничего. Правда, мы только со второй локации смогли это сделать. На первой было только два мешка. Да, зарядка скилла сработала. Зарядился мгновенно. Можно его будет потратить на какого-нибудь проклятого или прокаженного. Бежим. Сейчас, правда, ночь, а у нас как раз выпал факел. Отлично. Заходим. Печально, конечно, что нельзя сразу, там, например, два выполнять задания. Мы бы их быстрее выполнили. Прокаженного с кулака убить. Ну, в принципе, можно. Правда, я боюсь, что он меня достанет своими руками. Но я думаю, новички смогут только с вил прокаженных убить. Чтобы они им ответку не дали. Вообще других способов не вижу. Ну, вот прям для новичков. Либо только со спины. Ой-ёй-ёй. Один в сутки. Еще пять прокаженных нужно. Я думаю, на этой локации наберется. Открываем какой-то мешок. Ну, хотя бы мед и бинт есть. Какое-то скучное задание. Осталось немного. Два прокаженных. О, отлично. Это как раз они. Так, отлично. Убит-то волков из скрытности. 15 штук. Женя, привет. 15 волков. Давайте еще этого убьем. Мешок откроем. Плюс один бинт. Это тоже прокаженный. Волков, похоже, тут не осталось. Бери с собой больше волчьего лакомства. Вот. О, видели? Сразу два раза зарядилась активка. А у меня всего лишь пять процентов. Прикольно. Ну, то есть я ее использовал, и она сразу же зарядилась опять. Два раза подряд. Забираем его вещи. Ночной гость. Уэй, текер. Привет. Так, ну здесь никого не осталось, мы всех вырезали. Пойдем дальше. Пойдем дальше. В гриме никогда так не боялись ударопрокаженных. Да. Задание. Что у нас тут еще осталось? Еще сорок очков, но это два задания получается. Волков и скрытности. Так. Игорь Потехин. Которые будут прибегать, не вздумая убивать этих волков. Будет, например, десять убитых, а если убьешь, только с нуля. Понял. Я вот пытаюсь броню два раза подряд зарядить и посмотреть, сколько прибавит. Ничего не понял, но ладно. Заходим на два черепа. Тут хотя бы волки, я надеюсь, будут хотя бы немного. Прокаженный. О, волк. Значит, выходим. Да, привет, лейтейкер. Он про навык брони говорит при использовании. А, ну, так. Ну, скилл если использует, то сразу мгновенно второй зарядится. Интересно, состакается ли броня. Мне кажется, что не состакается. Хотя, я не знаю. Я не пробовал. У меня, может быть, и было такое, но... Там точно не ноль брони было. Скорее всего, просто это... Обновиться. На новые пять секунд, и всё. Зевс, привет. Так, вижу ещё сверху волка. Ай. Он опять нас заметил. Сколько стоят дополнительные награды? 295 вроде. Странствующие купцы появились. Придётся всех здесь убивать, чтобы волка только добить. А дальше, например, будет какое-нибудь задание убить 15 рыцарей или как? Убейте там 15 рыцарей, 30 храмовников, 10 инквизиторов. Со скрытности. Или, например, за полчаса пробежать подземелье, там, три этажа. У нас, кстати, вода пополняется из-за навыка. Поэтому можно не пить. 10 храмовников за 10 секунд. А чё я за хп не слежу? Капец, его уничтожили. Плюс вилы. На волков, наверное. Да. Сейчас убьём. Ну, это где-то на две или три локации задания. Так, вон там тоже волк есть. Я его вижу. Так, ещё раз. Там вроде оставались ещё. Ещё сверху где-то был волк. Мне уже обнова не понравилась ещё до её выхода. Блин, я вообще там начал сравнивать их посты с Ласдеем, и в итоге всё так и вышло. Обидно немножко. Что всё так и оказалось. Вон ещё волк есть. А это кто? Это проклятый. Ночной гость ушёл, и пришёл рыцарь. Заменяем. Надеемся, что дальше такого не будет. Ну, если им приспичит, то они добавят ещё. Я думаю, им это не проблема сделать. А, тут уже два рыцаря. А, в смысле? Не понял. Метко. Я забыл покормить своего литоволка, и теперь я здесь. Да. А я вчера зачищал север, и пришло уведомление о бнове ВК. Я случайно нажал, и меня убили с последним коробом. Вот это жёстко. Обидно. Сейчас побегаем так немного. Готово. Остался там волк, точно. И они это называют свежей и довольно сложной в реализации механику. Я, кстати, в Дискорде менял этот пост. Ну, то есть, переделал его. Чтоб было посмешнее. Ну, конечно, что это недовольно сложная реализация. Какая тут вообще механика? Ну, конечно, если там говорить про монетизацию, то там сложная механика, что плей-маркет её долго не пропускал, и всё. Похоже, здесь не осталось волков. Я так понимаю. Тогда выходим и сейчас пойдём на следующую локацию. Их коллеги из Ласде пилят такое каждый месяц. Ну да. Медведь, скорее всего, будет в каком-то задании дальше. Ну, типа, как мини-босс там. Мы на него наткнулись, и его нужно убить. Что-то такое будет. У нас только четыре волка убито. Где они ещё есть? На одном черепе, на трёх черепах их вроде мало очень. Покажи все награды, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Давай. Двадцать жареного мяса, лёгкий щит, бронзовые штаны, скеметар. На камне где-то много, на одном... на одном три. Да я думаю, что никак не зависит. Так, опускаю ниже. Серб. Вообще бесполезный, мне кажется. С третьей заточкой. Здесь заточенный кинжал, луковая похлёбка зачем-то. Щит. Перчатки. Вот щит прикольный. Правда, он у меня не падает. У меня их всего штук шесть, вроде, или семь. А нагрудников намного больше для уклонения. Чёрный скеметар. Короб на двенадцатом этапе. Они думают, что короб нужен игрокам, которые дойдут до этого этапа. Или что? Не совсем понятно. Вот новый сундук. Двести очков даёт. Стоимость этого сундука зачастую превосходит стоимость его содержимого. Ну, вот такой сундук, шлем прикольный. Серебряный клеймор с уроном сто. Железный бастард с уроном девяносто пять. Непонятно, какой там увеличенный урон по чудовищам, по людям. Людей вообще в этой игре очень мало. Купцов каких-нибудь убить. если проклятый торговец это тоже человек, то по нему тоже увеличенный урон. Прислужник бога и изгнанник. Всё, это все люди, которые здесь есть. Вот, в убитых противниках квадратик такой, где купец, проклятый торговец. Вот это всё люди. Всё остальное это чудовище. Поэтому непонятно. Я собрал даже алтарь второго уровня, а коробов нет. Блин, я бы с тобой поменялся, я бы все тебе коробы отдал и взял бы только две книжки судеб. Мне только их не хватает. А коробов, блин, целый ящик. Так, что там ещё у нас? Посмотрим. Ну, третья алебарда тоже неплохо. И дикты об изгнании уже много у всех. Лёгкий арбалет непонятно зачем здесь. Могли и лук положить составной, который с Рогвелда собирается. Броня 240. Здесь 140. Ну, вот, будет разница. У кого есть доспех лазутчика, то вот на 40 брони меньше будет с ним. А так, может быть он даже покруче будет. Шанс уклониться и сэкономить броню. Так, до Петра точно нужно дойти и сундук на память взять. Бригань, эта броня выглядит красиво, но разделён по частям. А вот почему чёрное оружие заточить нельзя, это непонятно. Скоростную охоту можно через провал легко сделать. Двух волков делаешь шотными, третьего на два удара задание обновляешь, агрыш троих. Бьёшь того, у которого два удара осталось и остальных убиваешь. Понял. Но у меня с собой клеймор на всякий случай, если нам хватит энергии. Хотя мне кажется, что мы на обычных волках остановимся. Вот. Но чёрное оружие нельзя затачивать, потому что оно типа прочное, и чтобы у тебя не было там прочного скеметара пятого уровня, сами знаем, по какой механике, сделали так, что его нельзя затачивать. У меня другой вопрос. У меня айфон, и когда одно выйдет у меня тоже 30 дней на задание будет или меньше, у тебя будет столько же времени 30 дней. Получается, андроид закончит чуть раньше, а iOS будет ещё играть. Ну, то есть, ты сможешь посмотреть у кого-то задания и выполнить их. Например. Просто там в этих элитных наградах не только награды. Хотя, что это, я оговорился, что ли? Там ещё и задания какие-то будут давать. Вроде как дополнительно. Но это не точно. Максим, привет. Я там вижу волка сверху. Надо его убить. До пятого уровня возможно сточить оружие, а то ни разу не получалось даже с качественным маслом. Но там очень маленький шанс, но я думаю это возможно. Игра зависла. Шо ты как? Ты давно не виделись. Да, нормально. Сидим смотрим обновления. Убиваем обычных волков и скрытности на одном черепе. Да. Тут три прокажённых. А почему вот например прислужники чумного бога убивают своих же получается соратников по заданию чувака из Харата. Где логика? Обнова? Ну обнова в принципе сезоны в общем из Лаздея боевой пропуск. Есть платные, есть бесплатные задания. Блин, у нас волк пришёл. Если я его сейчас убью, у нас всё сбросится. А если его лютоволк сожрёт, у нас тоже всё сбросится? Лютоволк считается или нет? Я сейчас пока побегаю, вы напишите. Ага, прислужники безымянного бога убивают Аису и Рогвалда. Так, каникулы сколько длятся? Неделю. Сезоны так у ребят там бомбило от них, да. Ну, у нас длятся неделю, например. Здравствуйте, может не по теме, но очень хочется спросить, как фармить прислужников на 125 плюс левеле на трёх черепах почти нету. Ну, ты приходишь, у тебя стилет в кармане во втором, и ты просто ходишь, фармишь, и если они есть, то ты просто достаёшь стилет там или какое-то другое оружие, там, скеметар заточенный, и бьёшь их. Просто они очень-очень редко там появляются, но если ходить, то можно их убивать. у меня где-то один раз за уровень или раз в два уровня появляются. Да, волк, поэтому надо его садить. Да, убегай, тогда хорошо. Я не выкупаю, ибо не играл в лдое. Ну, в общем, тут есть задания, которые ты выполняешь каждый день, и тебе нужно их все выполнить, чтобы получить все награды. Но можно задонатить и открыть ещё наград. И элитные задания какие-то. Вроде как. Или просто открыть только награды, и ты будешь получать ещё больше всяких штук, шмоток, ценных. Вот. Ну, пока ещё не добавили всякие скины, но уже ввели стальную броню за... Ну, вот, нагрудник и ботинки за донат. Они только в элитном пропуске. Вот. Ну да, здесь только доступ к наградам. Так, мы ушли с этой локации или нет? Нет, я вроде никуда не уходил, поэтому бежим на следующую. Чтобы нас там волк не укусил. Ждём скинов на лошадь и на короб. Ну да. может быть не на короб, я бы хотел увидеть например какой-нибудь плащ просто в игре. Ну то есть чтобы вместо короба у меня там сзади был какой-нибудь плащ, чтобы он там скрывал всё. Так, у нас зарядился мощный удар. Ещё один прокажённый. Ищем волка. что-то мало волчар. А вон один вижу. Прям у мешка стоит. Ну на короб кстати один скин есть, но это скорее всего как отдельная даже моделька. Это на новый год выпадал Саиса. Рождественский такой. Мы выживем, пока у нас есть наши души. Да. Ну, ещё половина задания осталось у нас. А ты будешь донатить на платные награды? Ну, я не знаю. Я думаю, нет. Только если мне кто-то задонатит, то я их куплю. Они мне не сильно нужны. Там этот меч. У меня, в общем, из этих наград всё есть. Кроме фиолетового меча последнего и получается бригантины. Ну, и может быть чёрного скеметара и всё. Всё остальное, я думаю, у меня есть. Так, там волк стоит. У нас уже закончилось оружие. Похоже, нам придётся идти домой. Ссылка в описании. ребят. К нам пришёл бот. Опа, активка. Хорошо. Вот активка это самое вообще крутое, что может быть в этих религиях. Конечно, её трудно получить, там нужно много очков, но оно того вообще стоит. Я так скажу. Оно вообще везде используется, и на боссах, и просто на локациях. Я её уже поставил на три черепа, использую теперь мощный удар только, локациях. Потому что она очень быстро заряжается, и оглушение используется только на рыцарей. Ну, и оглушение зачем на проклятом, если он умирает, например, с трёх ударов. А так можно добить кого-то, и всё. Рыцарь, там ещё один рыцарь, прокажённый, ещё один прокажённый, и волк. Вот вижу волка, очков нормальное количество требуется, вся прокачка окупается. Я согласен. Сколько раз я уже там в роликах показывал, как он работает хорошо. Есть у нас на почте что-то, что я не хочу тратить. Во, есть весло. Весло для этих, для волков. Вот он. И ещё рядом следующий стоит. Давайте выйдем, чтобы опять его со спины убить. Пройдём снизу. Отлично. Ещё есть? Нету. Вот обе активки вкачать сложно. 44 очка нужно. Ну, это просто по времени мне кажется сложно. И по овсу. Потому что это только на севере столько можно выбить. Я там уже накопил 200 штук. Поедем, наверное, в скором времени. Так, где ещё волки есть? У нас там по заданию сколько осталось? 4 штуки. Я думаю, на одном черепе они наберутся. Или на тройке тоже есть волки. Я просто там обычно медведей и лютоволков убиваю. Если есть на тройке, то мы сразу туда пойдём и выполним плюс ещё 3 этих 3 лютоволка. На тройке есть? Отлично. Давайте тогда побежим. И у нас как раз остаётся чуть-чуть энергии. Выполним здесь всё. Я надеюсь, тут есть 4 волка. Легендарная тройка. Прокажённый проклятый прокажённый. С краю. Сейчас посмотрим. Подземка АИС, АИЗИК, Север, Рогвалд будут, но я думаю уже не на этом стриме. Но скорее всего будут. Чуть позже. Но я думаю их запишем там или сделаем опять стрим. Уклонение сработало. Так, говорят, нам по краю нужно искать их. О, новая метка. Я забыл покормить своего лютоволка, но это мы уже слышали. Мощный удар зарядился. подземка у нас получается только героик будет. Так, первый волк. На обычной мне уже ничего не нужно. Ну, кроме как синей брони. Так, волка нужно со спины. Кроме синей брони и всяких там ядовитых кинжалов чумных, например. Давай хотя бы Рогвелда, а то задание за 20 минут можно сделать. Ну, нет, уже Рогвелда, я по времени не успеваю, мне еще нужно потом идти на занятия. Так, еще снизу волк есть, я видел. Этого посадим. Один, а еще двое. так, не надо. Еще раз выйдем. У чумного есть навык героический выбор. Ты сам выбираешь модификатор или тебе меняют на рандомный. Вот те, кто прокачал, мне рассказывали, что там сначала ты тратишь один ключ, тебе выпадают дебафы какие-то, и после этого ты можешь заменить один из этих модификаторов на другой за один ключ, и меняется он на рандомный. То есть ты, например, можешь заменить, у тебя будут дебафы, капканы, и, например, ржавые замки, а ты поменяешь последний волк, а ты поменяешь, например, какой-нибудь из этих навыков, и у тебя выпадет минус 30 хп, и ты, блин, потеряешь два ключа, не сможешь туда вообще идти. Ну, конечно, если ты сможешь на минус 30 хп пройти, то тогда да, тогда можно и менять все. Так, последний лютоволк нужен. Лютоволк где? Ой, не, не, полегче, полегче. Ребята, вы что? опасно. Ну, все, выполнили все задания. Отлично. Чуть не сдохли, конечно, на тройке, по-идиотски. Даже досюда не успеваем дойти. Ну, ладно. Мы все выполнили, открыли щит, в прямом и переносном смысле щит на английском. Ясно, значит, не в ту сторону качать. Начал, пойду качать ветку с севера. Ну, чумной. Так, давай посмотрим, что у чумного есть. Тут просто уклонение от дождя и исцеление от дождя. Оно вообще нужно? Дождь крайне редко идет и лечиться от него. Не знаю. Шанс не попасться в ловушку, вот я не знаю, как работает. Она снимается и тебя там не зажимает где-то или не тратится, или ты по ней можешь пробежать один раз, а на обратном пути она сработает. Вот я не знаю, как оно действует. Ядовитое касание можно посмотреть, но тут оно всего лишь снимает по шесть единиц с каким-то шансом. Кто его прокачивал, говорит, что там шесть единиц отравления просто с повышенным шансом работает. Ну и это поможет только на Аисе, ну прям чуть-чуть, на Айзенборге и на этом, на привратнике. И знаю, что вот другие ютуберы качают навык настарьевщика и чумного разбойника в эту сторону, в общем, прокачиваются. Но потом я не знаю, куда они пойдут. Вообще здесь навык на привратника, это очень странно. Во, здесь добавили какое-то новое описание. Чтобы получить одно очко поклонения, помогите прислужнику вашего бога победить своих противников. Ищите сражающихся прислужников на локациях, отмеченных черепами. Чем больше черепов на локации, тем выше шанс встретить прислужников. Здесь уже пояснили детально всем. Ладно. Я думаю, на сегодня мы закончили с этими заданиями. Через 15 часов откроются новые. Я думаю, или видео запущу, или уже завтра какой-нибудь стрим. в общем посмотрим, что там дальше будет и как. На этом пока все. Выключаю стрим. Всем спасибо, кто был. стрим. Спасибо. Продолжение следует...